Друзья, всем привет! Сегодня хотел поговорить о некоторых приемах при работе с УШМ углошлифовальной машинкой, в простонародье именуемой болгаркой а также хотел рассказать и показать пару полезных самоделок для работы с УШМ А начать я хотел с такого простого совета При смене диска или в то время, когда болгарка не нужна после работы то обязательно включайте ее из сети так как одно мгновение может изменить жизнь на до и после Кто знает, что может случиться и лучше не рисковать Кстати, хочу показать один приемчик, чтобы уменьшить вероятность забыть выдернуть УШМ из розетки А именно, первым делом после распаковки новой болгарки примотать изолентой ключ для снятия круга к проводу и поближе к вилке Так вы будете вынуждены вытащить вилку, когда захотите поменять круг Это должно стать привычкой Этот прием касается только сетевых болгарок Но есть и аккумуляторные Как быть с ними? Вообще лучше снимать аккумулятор Но можно и пользоваться переключателем блокировки кнопки И всегда блокировать ее после работы Так как на ней легко нажимается кнопка Ее можно еще проще случайно включить Просто взявшись за ручку Но тут сработает только доведение этой процедуры блокировки до автоматизма А вообще я покажу вам способ снятия диска, которым пользуюсь всегда И он будет работать, если сильно не закусило диск Или от него ничего не осталось Сначала надо делать это в перчатках, а потом, натренировавшись, можно и без них Что нужно сделать? Просто берем УШМ и рукой сбиваем диск, как на видео Я заметил такую особенность Что делается это легче, когда диск повернут железным кольцом к редуктору болгарки Если диск все-таки закусило И для откручивания стопорной гайки теперь нужно приложить очень большое усилие То есть риск сорвать стопорный механизм Для того, чтобы этого не случилось, а также, если это уже случилось На некоторых УШМ можно подлезть ключом к валу На котором профилизированы плоскости В моем случае подключено 17 Им как раз и можно заблокировать вал Я не смогу показать, как это выглядит, так как у меня широкий ключ А стачивать его только для демонстрации мне жалко Я думаю, вы и так все поняли Я его стачил бы только в случае крайней необходимости Еще на просторах интернета я нашел такой совет Для того, чтобы диск никогда не закусывало Надо сделать вот такую штуку Берем пластиковую канистру и коронкой высверливаем шайбу Затем рассверливаем отверстие на 14 мм Теперь подкладываем такую шайбу под гайку каждый раз прямо на диск Я могу сказать, что способ рабочий, но сбивать диск рукой уже сложнее Хотя ключом откручивается просто Даже при пару закусываний гайка довольно легко открутилась Так, хочу снова поднять уже замучившись всех вопрос Какой же все-таки стороной ставить диск? Рисунком внутрь или наружу? Во-первых, надо смотреть не на рисунок, а на металлическое кольцо Оно чаще на стороне с рисунком, но может быть и на стороне без рисунка Как я уже говорил, я для себя решил ставить металлическим кольцом к редуктору Так, по моим ощущениям, диск легче откручивается сбиванием рукой Но есть же диски, которые можно поставить только одной стороной С какой стороны металлические кольца в них? У меня есть шлифовальный диск, и его можно поставить только кольцом наружу Соответственно, по идее, правильнее ставить диски кольцом наружу Производитель ведь это должен учитывать? Вопрос все равно спорный, ведь шлифовальный диск-то и не закусывает Поэтому я вот как считаю Ставить диск можно как угодно, если на нем не указано, какой стороной его ставить Или не показано, в какую сторону он должен вращаться Напоследок покажу вам пару полезных самоделок для болгарки Одну я уже как-то делал в одном из предыдущих роликах Это вот такой хомут с канализационным отводом Нужен для того, чтобы при работе с бетоном отводить пыль при помощи пылесоса А вторую самоделку я сделаю прямо сейчас Нужен кусок металлической пластины У меня алюминий, толщиной думаю 3 мм От него отрежу небольшую полосу около 9 см шириной Продолжение следует... Его немного шлифану, чтобы не было заусенцев Затем сделаю отверстие на 8 мм Отверстие пройду еще и зенкером Теперь вставляю болт М8 в патрон сверлильного И провожу процедуру шлифовки болта Из него я хочу сделать болт с потайной головкой Вот как я это делал Субтитры сделал DimaTorzok И вот что получилось Теперь прикручиваю пластину к УШМ Использую самодельный болт Получилась примитивная площадка для распила листового материала А также для ровного распила профильной трубы Главное, можно с усилием прижимать УШМ Не боясь, что она может куда-то убежать И спил получается ровный Друзья, на этом на сегодня все Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки А в комментариях напишите свое мнение И скажите, какой вы все-таки стороной ставите диск на УШМ? Интересно узнать мнение большинства А тех, кто не подписан на канал, прошу сделать это прямо сейчас Подписывайтесь и жмите на колокольчик Чтобы не пропускать новые полезные видео Всем спасибо за просмотр и пока-пока